Итак, ребята, давайте закончим вот эту вот мысль. Мы с вами ранее рассматривали, как связаны между собой Джанго вот эти вот вещи. При этом, давайте повторим, каждый модуль имеет свои инструменты. И это действительно так. И это действительно так. С базы данных надо извлечь данные? Надо. На самом деле, если мы посмотрим сейчас на класс, а мы с вами уже открывали класс посложнее, давайте мы откроем опять этот класс. Этот класс Джанго. Так, секунду, 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 секунду. Так, немножко не то я открыл. Так вот, а вот просто вглядитесь, да, вглядитесь, ведь есть определенная структура, но после нашего курса подготовительно, потому что мы с вами будем работать с абстракцией, с типами контента, то есть подготовиться к более сложным вещам. Но вот эти вещи нам надо наработать, то есть все, что часто используют, все проработать, прописать и прописать быстро, чтобы у вас не было ни единой запиночки. Так вот, если вы присмотритесь, вот тут есть практически все, что можно делать в модели, да, например, в модели добавляются поля, дальше, если мы посмотрим, модель содержит мета-опции, а у вас должно было сработать. Вы не должны проговаривать, сейчас должны проговаривать, что ага, мета-это прямая работа, то есть изменения, какие-то мелкие изменения с базовой, да, с базой данных, да, конкретно мета-работа с базой данных. И методы, вот раз метод, два метод, по сути дела это и есть понимание, да, базовое, что можно в модели. Без этого понимания дальше никак не идти. Но тем не менее, когда вы проделаете все уроки в школе, все это будете знать, мы все это с вами не раз создавали, да. А сейчас мы уже будем, вот это, когда пройдем уже к третьему этапу курса, о котором мы начинали, говорили, да, мы пойдем разбирать вот эти уже более сложно фаренкеи, ну, многое-многое другое. Так же будем, да, но уже подробно, что происходит в базах, что происходит в базах при этом, когда там модель абстрактная, когда модель прокси, когда мультимодель и так далее, и так далее. Так вот, видите, сколько вещей. И мы с вами говорили, мы с вами говорили как раз вот об этом, что есть одно понимание, а есть еще понимание внутри, да, что происходит. На самом деле, документации Жанга этому, вот я поэтому говорю, у меня все как на ладони, и я хочу, чтобы это как на ладони было у вас, да. Вот оно все есть. На самом деле, никуда лезть не надо, на один раз разобраться. Пожалуйста, по моделям, вот как создается модель, типы полей, мета-опции, классы модели, дальше выборка, то есть согласитесь, как на ладони, когда знаешь зачем, вот я хочу, чтобы у вас это было как на ладони. Для этого надо быть в школе, быть в группе и писать, писать, писать код, потому что сейчас, конечно, мое объяснение вам много понимания даст, но практика, надо среди ребят находиться, которые такие же, как вы, пишут код. Поняли? Поняли. Миграции и так далее. Это вы уловили. Дальше, допустим, если мы возьмем представление, оно тоже внутри, то есть здесь есть рекомендации Жанга разработчиков, как применяются конструкции. Вот это нам надо будет быстренько проработать, да, то есть конструкция, для чего, как, что, и так далее, и так далее. URL, это мы все прорабатываем. Для вас сейчас самое главное вынести такую вещь, что вот мы с вами разбирали структуру Жанга, это понимание у вас есть, и теперь у вас еще появилось понимание, что сама модель, само представление, сам URL имеет определенные функции для работы, да, и их тоже надо понимать, что для чего, да, и как это работает. И это уже разберемся в коде. Мы с вами еще не затронули формы. На самом деле, если посмотреть, то, ну, самое простое, что будем часто делать, тоже здесь сложного ничего, ребята, нет, на самом деле. Просто надо раз разобраться. Давайте посмотрим форму, да, вот, вот берем форму. Мы видим, что вот у нас модели. То есть, по сути дела, мы видим, пожалуйста, указаны модели, указаны поля. Что сложного? Значит, делаем вывод, а с чем связана форма? А форма связана абсолютно верно, с самой моделью. То есть, по сути дела, форма – это отражение полей модели. Ну, вот это в реальном, вот есть модель, вот эта, которую я показывал, да, допустим, там. Вот мы создаем курс, да, я говорю, допустим. Вот те же поля, но выводятся уже как форма, да. То есть, сейчас для вас важно одно понимание, что форма связана с моделью. Сложного ничего нету. Но, тем не менее, когда мы смотрели, абсолютно верно, надо инструмент. Инструмент называется Jupiter. Потому что так, в командной строке, когда вы открыли, да, взяли командную строку. Консоль, да, здесь написали. Закрыли среду, все убралось. А вот в Jupiter, Jupiter, вот если мы посмотрим, где Дима Нак писал, да. Где он там присылал фотографию. Jupiter заработал, он когда доктор начал. Это вот он в начале писал, а потом сам разобрался. Я жду, пока человек сам разберется. Вот я ему дал. Вот форма API. Да, и поехали. То есть, извлечение. Сначала сложно, потом все начинает получаться. То есть, по сути дела, что? Тут идет понимание, как создаются формы. Все это Дима описывал. И именно в таком именно ритме надо изучать, да. То есть, как вот Дмитрий Нак, я давал видео, посмотрите. Где-то он показывал. Я сейчас не найду. Иными словами, формы тоже имеют метод, но связаны они с Жанго. И у нас осталось еще две вещи. Это Settings и Admin, которые, в принципе, имеют тоже отношение определенное к нашему проекту. Если мы посмотрим с Admin, то тут, я думаю, абсолютно все понятно. С Admin просто мы указываем, как бы мы хотели видеть, чтобы что-то отображалось в Admin. Сложного здесь тоже ничего нет. Заготовленные конструкции. Вот это будет отражать поля для нас в Admin, которые мы указали. Опять же, с чем связана Admin? Правильно, поля с моделью. А это методы, заготовленные Admin для Жанго. Это один раз разобраться. И опять идет при помощи класса. И еще одна вещь. Нам надо понимать файл настроек. То есть, что за настройки? Я тоже давал вот в этом курсе уже домашние задания. И были ребята такие, как Сергей Асач и Володя Фомичев. Они их выполняли и делали правильно. То есть, я их просил рассказать, что какая настройка, чтобы приучить к этому. Потому что занимаются... У нас гроза, ребят, поэтому у меня Wi-Fi. Так вот, занимаются, да, ребята, на самом деле. А многие, да, профайл настройки слыхом не слыхивали. Вот мы все это проходили где-то. Потом пошел Жанго сервер. Теперь вот это Жанго профессиональное обучение. Но, в принципе, каждый курс можно делать отдельно, да? Так вот, таблица, вот эти вещи должны пониматься тоже четко. Поэтому проделываем уроки. Но сложного здесь на самом деле тоже ничего нет. Просто нам надо знать, что такое контекстный процессор, допустим, и как его писать. И с чем это связано. По сути дела, ну, грубо говоря, простым языком в данном конкретном случае. Но есть у нас фотография, есть страница. Если мы прикрепим фотографию к одной странице, она будет отражаться там. Если мы хотим, чтобы фотография вот кабинета отражалась на каждой странице сайта, то мы и напишем контекстный процессор. То есть тогда нужный вам элемент будет отражаться на всем сайте. Просто-просто. Здесь два действия. Что такое контекстный процессор понимать, и как его написать, если нужно. И так, вот мы изучали с вами файл настроек, так же само понимать все вещи. Допустим, мельдвер. Ну что, это промежуточный слой. То есть то, что происходит до открытия сайта. Вот только открывается сайт, и, например, у нас должна открыться форма. Если у нас есть вставлен класс джанга CSRF защита, то, грубо говоря, еще только открывается сайт, уже пошел код, уже пошел постзапрос, то есть CSRF защита от злова уже работает до формы, от проникновения. Грубо говоря, что такое мельдвер? Сложного ничего нету. Это просто промежуточный слой, который срабатывает при открытии сайта до того, как он откроется и начнет работать функция. Просто-просто. Ну, допустим, инсталлитапс. То есть все эти вещи вы будете изучать. Иными словами, есть файл настроек, в котором джанга предусмотрено большое количество настроек, да, которые предустановлены. Все настройки мы можем изменять, да. Но, тем не менее, вещи, которые мы хотим, чтобы происходили определенным образом, мы вставляем часто используемые сюда. При этом, как я сказал, у джанга этот файл настроек, он при установке приложения маленький, но как будет расти ваш проект, файл настроек будет увеличиваться, увеличиваться, и все вы будете очень четко понимать. По всему файл настроек мы связываем здесь, в основном все связано с самим нутрон джанга. Мы просто определяем, как и что должно работать. Иными словами, вот мы сделали приложение аккаунтом сайта, да, если мы его включаем в инсталлитапс, то, в принципе, сейчас само джанга знает, что и будет уже создавать базы, и будет видеть его. Если оно не включено, то, само собой, для джанга этого приложения не будет существовать. И так далее, и так далее. В этом, я сказал, что-то сложного нет. С этим надо просто работать. Поэтому сетинки админ мы как отдельно. А здесь, по сути дела, ребят, у вас остается сухой остаток. На самом деле, вам всего лишь надо было посмотреть эти видео, разобраться сначала на пальцах, как все эти вещи между собой связаны. Оказалось, что сложного ничего нет. Ну, а дальше мы с вами будем проходить курс джанга профессионального изучения. И, в принципе, как я и говорил, из трех этапов все это проделывать. Давайте откроем наше. Сейчас я посмотрю. Ну вот. Вот план вот этого курса, который я говорил, я и не планировал. То есть, вот мы с вами сейчас заканчиваем вот эту вот вещь, да, только первую часть. Что с чем связано в джанга? То есть, мы с вами только что это рассматривали, да, и, в принципе, я думаю, что многие до и после у них жизнь разделилась. То есть, сейчас понимание, и уже на сайте джанга они находят осмысленно многие вещи. И, если слушали мои рекомендации, то 100% уже порылись в поисковике. То есть, в принципе, уже начался быстрый хороший рост. Это первое, да. Теперь. Вторая часть. Вторая часть. Это мы будем начинать делать курсы. Если сейчас мы с вами рассуждали, то далее мы с вами начнем писать простые сначала модели, представления. Давайте все это проделаем, еще раз посмотрим в коде. Это уже в курсе. Потом второй этап. Второй этап. Наработка основных конструкций. И API. Здесь я неправильно сказал. Не только не API, и API. И API будем использовать через жупитер. Иными словами, как это будет выглядеть? Вот я как запланировал, как это мне, на мой взгляд, это будет самое более эффективное. Иными словами, это будет довольно просто. Значит, что нам надо сделать? Что требуется от меня? Что требуется от вас? Вот вы поставили цель. Хочу стать профессиональным разработчиком джанга, пайтом. В общем, и писать на любых языках. Значит, пожалуйста, прошу вас выполнять все инструкции от и до. То, что я говорил, вот показывал ранее, использование домашних заданий, димынак. То есть, вспомните, ранее видео я говорил, что видеоурок, просмотр видеоурока, это только первый шаг. Это то же самое. Вот сейчас мы с вами рассматриваем уроки. У вас, наконец-то, в голове образовались якоря. То есть, если раньше вы на джанга смотрели, как баран, извините меня, круглыми глазами, и говорили, а хрен его знает, то теперь вы четко понимаете, по крайней мере, вы знаете, как то связано, и уже материал кода для вас будет легко понятен, да? Помните, я говорил, я хочу, чтобы вы, и этого я добьюсь в школе, да, чтобы вы стартовали. Стартовали вот отсюда, ребята, вот отсюда. Только так. Ну, давайте тогда дальше думать алгоритм. Думать алгоритм. Так, дайте я обдумаю и выключу, потому что это очень важный момент. Итак, ребят, ну, пока я писал, отвлекся, поэтому немножко опять сначала начну, чтобы все-таки донести то, что я хочу. Значит, ребят, в курсе, да, мы с вами, который пока находится здесь, сайт у вас, возможно, уже будет другой интерфейс, если вы позже смотрите, но смысл не меняется, да? То есть, грубо говоря, мы делаем курс джанга профессиональное изучение. При этом саму методику, саму методику можно применять к любым языкам. Первый этап мы рассмотрели с вами по картинкам, да? Дальше идет этап наработки этих конструкций, то есть вот таким способом. Ну, например, мы с вами делаем следующее. Написали модель, написали модель, дальше представление можно написать так, можно написать так, можно написать так, URL можно вывести так, так, так. То есть, все, что часто используется, при этом считывание моментальной модели, считывание моментальной представлений, у вас это надо довести до автоматизма. Ребят, говорю надо, значит надо. посему дальше я дать дам еще раз план подведу короткий итог как работать если вы хотите стать программистом то что вы можете стать программистами то что в школе все пишут код я воспитал не одну сотню человек уже поэтому у меня есть очень хороший опыт многолетний вот поэтому вы должны вы ничего не должны поэтому я дам рекомендации вот как стать программистом чтобы будем делать это не относится к джанга это относится к любому языку отработаем а потом пойдем уже более сложные вещи потому что ну допустим согласитесь сами вот давайте вот открою кода и давайте вот подумаем например мы с вами будем сейчас рассматривать такую вещь как то что мы собираемся рассматривать сейчас секунду ну вот допустим типа контента библиотека жанка country country content types да она добавляется по умолчанию но ведь использует ее мало людей вы что думаете не используют потому что там не хотят потому что не знают да и ну что это такое все очень просто я объясню на словах но вы поймите что это круто представьте джанга имеет определенную территорию где она собирает все модели с проекта но вот теперь подумайте это как с корнями дал математике грубо говоря если все модели собраны на одном пространстве ну ну вот допустим у нас есть огород и там все грядки но ведь по огородам можем перемещаться как хотим нам не на не заборы перелазить то же самое джанга и тогда мы можем любые модели с любыми перепутывать что это значит значит мы можем написать любые самые сложные вещи любые самые сложные социальные сети а плюс еще куча инструментов до представляете это круто но вот как подходить к типам контента если мы сидим и думаем а что ж такое у нас чар филд ну конечно поэтому новички ребята проходим все уроки и по той методике как я сказал а не только этот курс то есть идем и делаем 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 все подряд до поняли поэтому вот эти базовые вещи о которых мы с вами говорили они должны быть четко понимаем и считываем и писаться уже быстро и вот на основе этого мы с вами в курсе будем переходить уже к третьему там уже будем разбирать подробно я с вами буду разбирать подробно а здесь мы будем вы будете тренироваться я буду рассказывать давать вопросы теперь ребята вот я вам составил ну то что влезло я бы еще написал примерно столько пунктов но по крайней мере основные сначала я дам условия которая здесь не написано да быть в группе быть в школе это не значит что все быть школе не хотите не надо но те кто хочет быстрее и кому кто принимает мое до объяснения то есть кому нравится то ребят конечно у вас будет быстрее теперь отвечаю еще раз на вопрос если кто-то прослушал то есть приходят ребята в школу вот я хочу там вести рубрику да никто никому ничего не предлагает я никого изначально не выделяю для меня все равны просто смысл такой я работаю с ребятами которые регулярно работают в группе вот и все пришли вы хочется вам работать группе работаете конечно вы будете заметны конечно же я тогда если вижу человек раз два три то мне хочется его поправить с какой целью я с какой целью делаю я понимаю что если вы будете делать вот как мы рассматривая сергей асачи дима нак делает да то это сообщение прочитает другие ребята и она будет полезна для всей школы и не один раз следующее поколение придет она прочитает то есть многие поколения программистов на на этом выучиться но при этом конечно же самый большой опыт быстрый получит в данном случае дима почему потому что он разбирался но тех кто делает допустим там за дмитрием то вам это все надо все самому проделать это первое и так я надеюсь что концу этого этих этой серии уроков коротких вы поняли что видео урок это только первый шаг помните мы зачитывали асачи он говорил я был там около функции проходил их четвертый раз то есть ребят не надо бежать ведь никто не гонит и быстрее не будет например если вы сегодня недопонимаете и вот вы прослушали сказали вода а вот где я говорил сейчас пошли изучать словари если вы не пошли считаете считаете вы начинаете сами себе ставить палки в колеса почему потому что есть был сыновский у которого воспитываются программисты выходят программисты да я вижу за ребятами но есть ребята которые просто вот выполняют поэтому пишут на двух языках через полгода потому что делают да и вот вспоминаем да сергей асачи описал проходил в четвертый раз делаем это как метод то есть после просмотра просмотр видео урока это только первый шаг а дальше начинается настоящая ваша самостоятельная работа я или в данном случае там какой то другой педагог выступает только в какой роли да видео уроки я рассказал мы познакомились поняли или как сейчас вот рассказал да ну трудно не понять тут по моему ребенок лет шести поймет так вот дальше в данном случае вот я взял для себя основы что я выступаю в роли в роли человека который направляет и цель моя простая я должен сформулировать именно я беру на себя ответственность поэтому я говорю я должен я взял на себя ответственность уже перед вами да я должен сформулировать вопросы таким образом чтобы они раскрывали тему это раз второе я формулирую эти вопросы с целью чтобы вы изучаете вопросы вытянули как можно больше сопутствующих например сопутствующие вещи вытягиваются очень быстро да мы например там писали нечто а тут басы метод супер да мы его оказывается Бовсановский рекомендовал его вначале изучать я знал что он везде применяется и поэтому я я четко понимаю то есть я составлял занятия не не от балды а допустим четко понимаю допустим если мы берем магические методы то одним из первых мы видим метод супер да то есть где его надо разобрать сейчас да сейчас а потом применять так как он применяется везде я просто знаю без него или тот же и нет то есть все это а ведь это допустим вы же слышали я рекомендовал прошли функции проходим это если бы меня послушали да надеюсь сейчас услышите да вы бы это уже прошли и легко было бы дальше вот как осачи говорил проделал несколько раз делайте несколько раз делайте поставляйте свои переменные пишите код но самое важное что разбирайте чтобы ни одной идите от приложения к документации найдите все в доках да официальном сайте это не касается только джанга это касается питон это касается котлин это касается всего это метод вы должны здесь именно должны здесь не рекомендую да если вы скажете вы никому ничего не должны так ни хрена знать не будете понимаете поэтому здесь просто тупо молчим и говорим да я должен идти сейчас сейчас от приложения к документации а не хлопать ушами и как дипломы типа высших заведений получается там написано прослушал вот тут не надо так делать ребят реально я хочу чтобы вы были опытным программистом да который не будет прослушал да и там диплом этот никому не нужно на самом деле а эра изменилась запомните ведь можно там маркетолог там пришел да и начать там лапшу вешать или там что программирование здесь есть диплом нету да это насрать на самом деле можешь писать код тебя возьмут всюду так в школе делайте проектов побольше когда вы пойдете на работу не надо стоять я могу да блять ты покажи ты вот смотри выборка вот блять пожалуйста серверное приложение вот то так чё сопли живем чё живем сопли и тогда не надо ничего объяснять обсуждателю пусть он себя чувствует как лох последний что видишь блять кого я споймал себе цену заламывайте потом пишите код и деньги зарабатываете. А то сидишь, рассказываешь, рассказываешь, что делаете домашние здания или делаете проекты. Или вы что думаете, это мне надо? Да пизды мне ваши проекты, если так. Разозлили прямо. Сам себя разозлил. Просто знаю вот такие ситуации, а зачем делать? Да для себя делайте, чтобы показать было чего. Поняли? Поняли, надеюсь. Извините, что ругался. Славянам иногда надо объяснять по-другому. Так. Итак. Думаем, ребята, сейчас. Проделать несколько раз. Найти в документации. То есть вот я показывал уже пример, да, там были конкретные задания. Но ведь этих заданий в школе целая куча. Вот не относящиеся, но я просто открыл, дядя Джанга, вот осадчий домашнее задание. Описывал ПЭП-8. То есть кодировку, был там вопрос. Дима на свое предложение сбросил. И так далее. В общем, то, что мы с вами разговаривали. Ребят, ну как я раньше не додумался. Вот придурок. Я скидывал вам. Это вот, пожалуйста, домашнее задание, которое привязано, да, и Дима делал. Сначала вот начиналось вот так. Вот его функция, когда он работал в потемках. Сначала я объяснил, да. Потом понял, что так как он делает уже не первый раз, я ему создал вопрос. То есть то, что я вам проговаривал, то я и делаю. Вот были сформированы вопросы, которые открыли ему форму раз навсегда. Сегодня уже ситуация изменилась. То есть то, что я от вас хочу. Четкое разделение в понимании. Где создается HTML форм, каким параметрам. Что такое валидация форм, зачем она нужна и что делает. Какие методы валидации вы используете в данной форме. Найдите страницу справки методов. Ребят, ищите. Это важные моменты. И дайте ссылку, какие другие методы вы там обнаружили. Вторая часть задания, более поэтапная. Как вы видите, задание как бы наоборот. В первой части мы как бы разбираем, что происходит. Теперь я помечу, что еще нужно описать вам не смущаясь. Если что-то не будет перекликаться, важно форму разобрать один раз на всю жизнь. И так все в Жанго. Значит, дальше поехало. Почему мы используем эту строку? Дальше поехало. Что происходит здесь? Что происходит? Короче, на каждом этапе. И дал подсказки, да, с чего начать. Спасибо, что уделили время. Вот Дима уже расписал. Как он понял? Ну, расписал своим языком. Пропустил через свой опыт. Выдал свои мысли, да? То есть, и уже потом он, конечно, написал. Вот он написал. Я не то, что я очень суперрадый, да? Потому что неделю жонглирую кусками кода в потемках. А я знаю, что куча программистов формы не вдаётся. Вот так создаётся, они создают потему. А что и как работает? Нет. Ну, а какое же написание кода? И так дальше. Скажите, а сложно ли это проработать и всё проискать самому? Не сложно. Но понимание у вас будет мощнейшее. Разобраться надо, как вы поняли, один раз навсегда. И домашнее задание заканчивается работой с API, да? Работой с API. И вот он разобрался, потихонечку пошло работать с API. Да? Мы тоже с вами будем делать в этом курсе. То есть, по сути дела, по сути дела, найти в документации здесь бы правильно было бы поработать с API. Сейчас, возможно, те, кто новичков, опять вот это вот собьёт с толку. Давайте поставим на этом точку, чтобы нас ничего не сбивало. Что такое поработать с API? Смотрите, давайте возьмём опять модель и самое простое. чтобы вы понимали. Просто по формам там немножко сложнее, но по моделям проще объяснить по ним. API – это мы обращаемся к той или иной функциональности джанга и получаем то, что мы хотим. Ну, например, вот смотрите, ребят, всё очень просто. Берём метод order by. По сути дела, что мы должны прочитать? Да? Если мы читаем метод order by, то, по сути дела, у нас, для нас, во-первых, что будет понятно? Что для нас будет понятно? мы видим вот строку, да? В которой это и есть вот эта работа с API, да? И дальше она описывается и так по всему сайту джанга, так по всему питон, так по всему котлин. Ну, что я хочу от вас добиться? Вот здесь я считываю, что entry это модель, объект это менеджер объектов, фильтр это сам фильтр, то есть это метод. Дальше, где фильтровать и как выбирать? Это метод тоже выборки объектов. Но ведь это мы с вами смотрели. Смотрите, когда вы проработали с API, вы проработали, по сути дела выбрали тем или иным, ну, а это сами таблицы базы, да? Выбрали этим методом записи с базы данных, либо там нечто, да? Ну, записи будем считать. И вот здесь, когда вы выбрали, все остальное у вас должно уже достроиться автоматом, то есть сейчас автоматом что все остальное должно достроиться? А вот давайте откроем. вот это та же строка, только немножко попроще. Вот она, да? Вот мы ее применяли без этой конструкции функции просто в API. Но то, что написать функцию, то, что потом указать темплейт, то, что потом вернуть, ведь это же должно было достроиться или еще какие-то действия, понимаете? Вот так будет правильно. То есть, по сути дела, когда вы работаете с API, вы уже с наработкой будете четко представлять, вам ведь надо всего лишь то с API. При помощи Order By, дальше будем мы с вами делать, да, увидеть реально в командной строке, что вы получили записи, первую, вторую, третью. Все, вам все понятно. Вы меня услышали. Почему? Возвращаемся к этому пункту. Найти в документации и поработать с API. Вы будете четко понимать. API уже разобраешь такое, да? Все ставить на свои места. Все ставить на свои места. И запомните, работайте в командной строке много. Но работайте в Jupyter, потому что эти API можно тогда сохранить, потом подсмотреть, переделать, добавить, и пойдет постоянная работа. Вы будете расти по часам. Дальше. Старайтесь выполнять домашние задания и сбрасывать в группу. Вот давал же нам ссылку, да, вам, что вот Эдуард со мной дошел до метаклассов, а не одной записи в группе. Правильно ли это? Неправильно. Я вам сказал, зачем делиться? Почитайте. Ведь вы будете сами расти, когда вы будете четко понимать, что вы помогаете ребятам, как Димана, как Сергея Сачи, как другие ребята. Ведь вы же их благодарность получите. Ребята, это и есть сила следующего шага. Поймите вы простые вещи. А то сам сделал ничем. Вот смотрю, вот написал, да, молодец, оузу, что да, вот ищу там то-то, буду делиться, да, рассказывать тоже свое. Никто ж не говорит там, но это мы Аякса рассматривали, да, вот был вопрос, потом это уже будем, сейчас не буду его затрагивать, чем отличается DC Аякс. Так, теперь, если были вопросы, ответить на них полностью, то есть, таким образом, как мы рассматривали, как это делал, вот, недавно я показывал Сергея Сача, Дмитрий Нак, и другие ребята, кто участвовал, то есть, полностью, ни одной строки не должно быть непонятной, вы должны четко различать, где код питон, где метод джанга, как и что он делает, не спешите, это и есть изучение, этим мы, ребят, но ведь, когда вы, вот эти вот, предыдущие этот пункт делаете, ведь, многие, знаете, что думают, вот я хотел бы размышлять кодом, да, а когда я это буду делать, а домашние задания не делаю, с АПИ не работаю, ничего не проискиваю, не описываю, а где же вы возьмете опыт, как изъясняться, как мозгу вашему узнать и переосмыслить, что вы знаете язык, да, описывать, вот мне нравится здесь Васачи, сказал Джупитер, все, он уже присылал группу, как он там установил, и тему материал, все сделал, смотрю, ага, на кто же ведет, молодец, написал, да, где-то там по-своему, но, начинаете проект, у вас в проекте должна быть документация, однозначно, туда записываете все, и запоминайте простое правило, когда вы вот так вот начинаете объяснять, вот здесь, да, вот функция обратного вызова, это то, что я когда-то рассказывал заранее, да, когда я начинал изучать Python, для меня были функции там, Dev, и все, вот в Python, я вдруг не знал, а теперь вот немножко отвлекусь, смотрите, ребята, вот как вы будете сейчас изучать GC, да, вы будете смотреть, как там делаются функции, это потому что сразу, если вы так будете делать, значит, ваш уровень пока не тот, который я бы хотел видеть, и мой был тогда, а я бы, знаете, что почитал, а что представляет собой функция, вот я открыл бы GC, а там я вам говорю 100%, в GC будет написано, что там функции высшего порядка, и для меня уже было понятно, что ага, это те функции, которые принимают и возвращают другие функции, все, и вам понятно, как писать, но это надо изучать два языка, так вот смотрите, вот Дима, да, вот он классно это все расписал, да, вот тут мы видим, раньше вот эти классные уроки, да, где Сергей Асачи работал, и как начинался его код, да, как это сначала начиналось, да, вначале было очень-очень простые вещи, на самом деле, давайте вот ради интереса, вначале были совершенно простые уроки, с уроком про 365.net, кстати, здесь вот добавить надо, Эдуард вот написал сообщение, что я после ваших курсов начал понимать книги, почему, у него было сравнение, когда он ходил в другую школу, так он ни хрена и не понял, здесь начал понимать, но ведь это же тоже не само пришло, это пришло после нескольких лет, это я сначала, а потом, когда я делал про 365.net, его допустим и цель была, чтобы человек начал понимать книги, иначе как, поэтому спасибо большое, Эдуард, вам, но на самом деле это все было вложено, да, то есть все поэтапно, самое простое, а если мы, допустим, перевернем уже десятую страницу, то мы видим уже совершенно иной код, ребята, да, мы тут писали про зоопарк, по-моему, здесь вот Латыпов Денис писал, про которого я раньше рассказывал, до этого писал Сергей Асачи, да, мы писали там про зоопарк, я уже, у меня язык заплетается, я уже много говорю сегодня подряд, я уже устал, честно слово, уже доделаю, мы тиржанго разбирали, и много чего, в общем, это все надо проходить, вот делайте как эти ребята, то есть старайтесь все описать, когда вы будете описывать, потому что, когда мы хотим получить ответ, а когда я буду думать кодом, ну подождите, о каком думании, если вы не можете сегодня легко объяснить код, а как его легко объяснить, ребят, а надо начать это объяснять, в первую очередь группе, в вторую очередь самому, тоже в первую очередь самому себе, то, чтобы вы не писали, вы должны всегда делать развернутое объяснение, тогда у вас это наработается, вот отсюда и приходит понимание, не, я там лучше поставлю список, а там я извлеку так, то есть начинается нормальный процесс мышления, но он не может идти без вас, ребята, поэтому все эти пункты обязательны, и это не относится к пайтеру, это относится абсолютно к любому языку, и это доказала практика многолетняя, да, обучение. Дальше, ну, говорили несколько раз, да, что все проискиваем в гугл, почему, потому что это дает опыт, да, то есть опыт задавания вопроса, вы ищете, понимаете, что находя, вы четко знаете, вы знаете, что вы нашли, то есть уже работает опыт, пошла обратная реакция, то есть вот пошел вот этот рост, да, накапливается, вы знаете, чего хотите, но не забывайте, ведь это все вытекает из ответов на вопросы, ведь именно отвечая на вопрос, вы начинаете формировать вот это поле понимания технических терминов, и потом что, где, как делает, и потом у вас формируется, как правильно задать вопрос, вот этим и отличаются хорошие программисты, которые знают, что можно сделать, как найти, где, посмотрел, и уже пишет, да, все проискивать, вести доки, но это говорили, ну, кто хочет быстрее, конечно, приглашаю, приходите в школу, это кому хочется быстрее, в принципе, кто, кому нравится мой стиль обучения, далее, быть в группе, ребят, это обязательное понятие, еще раз говорю, ребята, делайте отдельный Gmail, да, и создаете папку, складывайте, вот то, что мне надо, чтобы было важно, да, что Серега делал, на чем я хотел заострить внимание, да, вот он, в чем он молодец, вот начал писать, раз, пошел разбирать, вот какой расписан, он и в школу сбрасывает, и для себя классно, и для него, и вот он пошел разбирать этот Image View, да, ведь не сложный метод, на самом деле, вот то, что он делает, все описано, ну, подождите, сложно, ведь ничего нету, да, на самом деле, но вот именно так, а теперь подумайте, хорошо, а вы молчите, пользуетесь тем, что делает Сергей, а если вы, кто-то другой, и вот согласитесь, то, что я показывал, делал Диманак, ведь школа получила классное понимание, да, представьте, по формам теперь разобрались все, но ведь, ребята, вы же для себя делаете, не для меня, я это знаю, мне это не нужно, поэтому, конечно, когда вы делитесь, вы делаете для себя, самое главное, вы растете, вы ценитесь, вы понимаете, что другие ребята занимаются, как это не понимать, мне сложно, но я много лет продажами занимался, поэтому я понимаю, что это важно делиться, ну про группу, да, ну, конечно, я написал еще больше, да, но в принципе, вот эти ключевые вещи, ну а по сути дела, по сути дела, вот это более подробно, да, ну, а по ключевым моментам, то, что использовалось в школе, да, последние несколько лет, то есть, по сути дела, то, что, вот этот вот костяк, можно брать для любого языка, для любого фрейморта, для любого, то есть, то, что им связано, дальше наработки, и дальше подробно, ну, это что, вы не знали, знали, ребят, спасибо вам за доверие, сразу же приношу извинения, где я ругался, ну, мне кажется, я не хотел никому нагрубить, поэтому не принимайте на свой счет, получается, что иногда славянам, да, надо где-то сказать, немножко изменив тон, почему, потому что, возможно, тогда слышится, да, просто, что я хотел бы сказать, вот, заканчивая вот эту серию видеоуроков, ну, то, что писать будете, это понятно, да, ребят, новости, начинать для новичков, да, с коле, спб-ретут.ру, сайт скоро поменяется, да, дальше, новости школы ВКонтакте, это новости, новости, да, ребята, где я выкладываю то, что считаю, важным, да, которое может дать хоть немножко понимания школы, но другое, но не был человек там в школе несколько месяцев, пришел и посмотрел, я рекомендую вам за последний год, вот особенно, да, 18-й и 19-й, вот за эти два года, почитать, вы много очень узнаете для себя, много видео посмотрите, здесь они будут привязаны к контексту, да, то есть, по сути дела, очень много откроете вещей, если вы слушали внимательно, то, опять же, все мое объяснение всегда вкладывается в одну парадигму, которую я, в принципе, рекомендовал здесь, оно есть у вас в рекомендованных, да, как изучать два языка, зачем изучать два языка, если открыть мой канал YouTube, а там много есть фильмов, да, то обратите внимание, мой канал YouTube, он просто здесь контейнер, да, для хранения видео, сами видео, они распределены на сайтах, да, то есть, по сути дела, для меня он контейнер, так вот, здесь есть, допустим, пока, но у вас оно есть, там все равно, но ваш план и ответ на вопрос, как, собственно, изучать язык, я вам это давал, но, опять же, моя, правда, сказал, извините, мой смысл такой, человек, приступая к языку, вот, должен понимать, что он будет изучать язык, зачем, как он будет отслеживать, что он двигается, куда он будет идти, то есть, поэтому я говорю, что начинайте вот с этих видео, по крайней мере, я надеюсь, уже в этом курсе, вы услышали, зачем два языка изучать, уже вы будете это делать осознанно, да, чтобы выйти на определенный уровень, вы будете, когда будете уже выходить, вы будете это очень четко понимать, и вам это будет нравиться, ребят, ну, сейчас я подумаю, что я еще хотел сказать, а, ребят, я еще раз вас попрошу, кому понравились эти уроки, обязательно поделитесь, как вам будет удобно, и где удобно, расскажите, пусть ребята тоже занимаются, потому что очень важно, поймите, что это все возвращается, обязательно делитесь, почему, это не значит, что просто, если кто-то сейчас, допустим, думает, что, вот я говорю, ради рекламы, ребят, и ради рекламы тоже, скажу честно, поделитесь, почему, потому что, в принципе, ценить, ценить, да, любить вы меня можете не любить, я вам не брат, не сват, но ценить мой труд, вы обязаны, извините меня, пожизненный доступ, но согласитесь, это круто, да, но тем не менее, тем не менее, все-таки, я вас прошу поддержать и мою цель, потому что нам будет легче, чем больше будет людей в школе, мы должны в конце концов прийти к реальным приложениям, да, то есть, вот к чему мы идем, да, ну, по ходу, как вы видите, то есть, моя задача основная, конечно, чтобы человек писал код, для чего он будет использовать, кто-то на работу устроится, кто-то будет для себя писать, кто-то написал свой проект, ну, все это происходит, мы видели, вот, один из последних парней, Молочина, да, один из последних парней, Олжес, да, тоже мы видели, там, скидывал проект, то есть, все это идет, ребят, понимаете, понимаете, есть такая вещь, вот, чтоб мне хотелось сказать, чтоб вы меня услышали, чтоб вот, как говорится, вот, вот сказать, вот то, что я чувствую, знаете, я, наверное, повторюсь, да, ведь когда на самом деле кто-то написал новый сайт, кто-то устроился на работу, или там кто-то написал приложение, кто-то просто радуется коду, что он понимает, вы знаете, у меня давно нет того, что там, вот, я хочу себя чувствовать нужным, или, или вот такое вот понимание, да, что, вот я хочу быть крутым, я говорю, если бы я хотел быть лучше там или правильно, я бы, наверное, не ругался, я бы себя как-то вел, а мне, ну, будем говорить так, все равно, я знаю, что вот есть люди, которые знают, мои видео нужны, почему, потому что я объясняю понятно, и я знаю, о чем говорю, это все сделано из личного опыта, это все пройдено тысячу раз, это все прожито, это все выстрадано, это просто, ребят, вот, наверное, это то слово, если вы заметили, да, где-то я там, может, ругался, да, может, но я старался, вот, видео, вот, вот, выпрыгнуть из этой кожи своей, да, и донести вам, почему, потому что я сам на себя взял обязательства, мне хотелось, чтобы вы это поняли, мне хотелось, чтобы вы начали именно с той, с той точки, да, вот с той, я вам говорил, да, и вы увидели, что это реально, ведь можно, в конце я попытался донести вам какой-то смысл, «Ребят, скажите, неужели вот я так плохо все рассказывал, неужели вот эта вот ваша зависть, или там у кого-то есть, да, вот я порекомендую, да, и в Овшиновске заработает деньги, ребят, но ведь у нас пожизненный доступ, и неужели вот мой рассказ, да, не заслуживает хоть немножко уважения, если вы посчитали, что есть хоть немножко уважения, вот к этим моим урокам, и он дал вам хоть реально, хоть чуть-чуть больше понимания, то, наверное, я считаю, цену я себе знаю, понимаете, я считаю, что все-таки я заслуживаю, чтобы вы все-таки именно помогли школе, рассказав, но на самом деле вы поможете себе еще, потому что кто-то вам будет благодарен, да, все-таки, все-таки, вот не могу подобрать слов, понимаете, я стараюсь быть искренним с вами, да, и вы знаете, мне стыдно, честно сказать, немного, ведь всю школу я поднял один, и вот это видео, когда я решил попросить, наверное, не потому что тяжело, не потому что там, просто, просто, не потому что, вот смотрите, ну, сейчас вы меня поймете, ко мне часто приступает предложение, чтобы я пошел преподавать, да, это, в принципе, последние два года, да, а я себе думаю, ну, вот, а как я оставлю школу, как я оставлю ребят, надо ставить столько задумок, да, то есть смысл, потому что пойти преподавать, как оценить знания, да, вот как оценить, вот, ребята, вот как оценить знания школы, да, вот посмотрите, там, там, пять уроков, там, две тысячи рублей, подождите, вот эти уроки, во сколько вы можете оценить, вы знаете, вот это вот понимание джанга, которое могло к вам не прийти год, два, посмотрев уроки, вы уже приблизились к пониманию за пару часов, как это оценить, как оценить в школе, в школе во всей, да, более 17 суток видео, поскольку посчитать каждое видео, каждый курс, слушайте, даже если по чуть-чуть посчитать, какая сумма получится, 30, 50, 100 тысяч, не знаю, большая, как сделать, в том-то и дело, пришлось выбирать, выбор для меня, был тяжелый, я скажу честно, где-то, вот Эдуард мне писал и говорит, ну, как-то неудобно, мы постоянно обращаемся, оплачиваем один раз, да, кто-то пишет, вот я хочу помогать проекту, я говорю, ребят, но ведь у меня есть цель, вот сейчас, вот оно то слово, которое я сказал, сейчас услышите, вот перекурю и сформулирую, и вот скажу вот то, что я бы хотел сказать, вы знаете, давно это было уже, я был в системе маркетинге, ну, это не важно уже, было-то там, я научился продавать, это не так важно, и выходил, и выходил тогда, и он говорил, что очень важно делиться, да, я хочу, чтобы вы искренне зарабатывали, а я себе стоял и думал, да, да, ты хочешь больше денег, а сегодня, ребят, я вам рассказываю примерно то же самое, только это, наверное, не связано, потому что я сказал, что я не выбрал именно деньги, вот есть ссылка, которая будет, свое могу, нужно формировать именно там, где вы есть, прочитайте эту статью, вы можете это отплеваться, можете тысячу рассказать, но Эдуард, насколько он часто вот говорит где-то свои мысли, но он сказал, написал, да, я согласен, почему, а здесь статью, в принципе, я почему написал, мне хотелось объяснить, Эдуарду и многим ребятам, вот он пишет метаклассы, а школа об этом не знает, но ведь непорядок, ведь получается, вроде как я из кожи вылажил, а, ну, если он, я ему попытался объяснить, ведь я ни на чью помощь не рассчитываю, я вот начал и пошел, да, я должен довести проект до приложения, я его доведу, но я написал ему, что он теряет, вот я написал, смотрите, Эдуард, при этом это потрясающий человек, и это не относится, что это плохо, хорошо, просто человек, возможно, не знает, Эдуард, как видите, я вас направляю, а вы не помогаете школе, а он часто задает вопросы, которые, в принципе, людям непонятны, вот как сейчас, это же из его вопроса, а как связана джанга, вот это благодаря его вопросу, в принципе, я сделал эти видеокурсы, да, спасибо, вот вы занимаетесь УП, неужели сложно выложить группу, конечно, чсячень, чсячень, да, блять, извините, говорю много уже, тяжело говорить, чсячень, вы поняли, тщательно, прокомментировал код, себя проверите, ребят спросите, и оточьте, вы помните мои принципы, я стараюсь направить участника, подталкивая его к тому, чтобы участник, как можно быстрее, стал на ноги, что это значит, участник стал сам принимать решения, ориентироваться на языке на ты, готовность использовать любые его части, в полном понимании, грубое, почему вы не хотите выкладывать код группу, ведь он поможет другим ребятам, у которых так быстро не получается, ребят, понимаете, ведь вы все лучше, чем вы о себе думаете, и это я, не, вот сейчас честно, не вру, не льщу, ничего, вы лучше, почему каждый из нас лучше, ведь согласитесь, всегда приятно, когда помогаешь, но вы знаете, мы почему-то думаем, что помогать надо в другом огороде, где-то там, ребят, вот эту статью и писал, что там, где вы находитесь, на вытянутой руке, то, что вы можете сделать здесь и сейчас, помогая получить благодарность, но что вырастет, ваше могу, ну как вот мне объяснить вам, как мне объяснить, чтоб вы это поняли, ну, почитайте Матавилова, то есть, беседу со Серафимом Саровским, да, я не религиозный человек, но почитайте, что он рассказывал, да, только там идет обращение к Богу, это, а то скажете, но смысл, я просто показал, везде происходит один и тот же смысл, да, что растет ваше могу, понимаете, вы помогли, кто-то ответил, кто-то сказал спасибо, вы чувствуете, что вы помогли, вы чувствуете нужность свою, понимаете, это важно, это важно здесь сейчас, не потом, потом это никогда, никогда научусь, это тоже никогда, бывало в школе ребята писали, я научусь, ребят, да, вот вы сегодня, я сказал, работаете с классами, или там с типами данных, так рассказывайте, что вы поняли, рассказывайте, то давайте в группу, все это, сейчас, потом, никогда, когда научусь, никогда, но на самом деле, за это время, вы лишите, вы затормозите свою могу, человек должен, не должен быть, человек хочет быть полезным, и каждый человек становится лучше и лучше, а теперь еще один секрет, который в принципе с продаж, а откуда, как вы думаете, берется харизма, откуда, что вот я могу, все это сделать, да, оттуда, от этой благодарности, от этой помощи, и по сути дела, я здесь описал пример, свой конкретный, который у меня был там, в 2007-2008 году, да, в Киеве, тогда я ездил, но вопрос в том, что там женщина поняла, и у него все начало получаться, но ведь другие не услышали, прочтите, пожалуйста, это важно, если вам понравилось, вот именно, моя подача материала, пожалуйста, прошу вас, поделитесь, пусть больше людей придет в школу, ну просто у меня, допустим, во-первых, от этого будет немножко больше, мне приятно, да, когда я могу, потому что я хочу помочь, как можно большему количеству людей, это нормально, понимаете, это первое, второе, когда много людей, и эти люди, пишут код, пишут его вместе, описывают код, вот как вот, сейчас же школа очень серьезно обновляется, на самом деле, ребят, поверьте мне, прочитайте данные программистов, то есть вы не создадите себе конкуренцию, в ближайшие 10 лет будет не хватать несколько миллионов программистов, работы на всех хватит, на всех, но помните одно, вот если бы, если бы Дима нах не пришел, да, сегодня бы не разобрались в форумах, поэтому всегда то, что вы делаете, обязательно вернется, но самое главное, воспитывайте вашу могу, нельзя воспитать свою могу, не помогая кому-то, иначе смысл человеческих отношений просто теряется, и я, поэтому вас попросил, понравились мои уроки, значит, поделитесь, пожалуйста, в удобной вам форме, просто-напросто, это будет благодарность, не мне, благодарность школе, школе, да, ну, и мне, да, пусть и мне, просто я понимаю, что вы оценили это, это несложно, да, согласитесь поделиться, но самое главное, что заранее за это благодарю, спасибо вам за доверие, все получится, ну, и дальше, ребят, после этого курса переходим уже к коду, думаю, достаточно, спасибо за доверие,